На первом месте среди причин болезни активное курение. Причем курильщики далеко не сразу могут обратить внимание на то, что к ним подкралось это серьезное заболевание. Появляется у пациента одышка, значение которой он не придает. Со временем присоединяется кашель. Кашель может быть сухим, но, как правило, он происходит с отделением мокроты по утрам. Слизистая, светлая мокрота в небольшом количестве. Пациент списывает на любые заболевания, любые причины, но на первых стадиях к врачу не обращается. А напрасно. Именно на начальном этапе заболевание можно излечить. Хоббл современной медицины диагностирует легко. Кроме снимков легких, которые могут показать очаг заболевания, сдается так называемый анализ. Золотым стандартом диагностики Хоббл считается исследование функции внешнего дыхания, спирографии. У нас есть данный аппарат, ничего сложного в этом нет. У пациента уходит буквально 20-30 минут на манипуляцию, проводится это исследование в утренние часы. После получения результата доктор назначает лечение, в том числе подбирает различные ингаляторы и учит ими пользоваться. В основном эти приборчики легки в применении и быстро оказывают необходимое действие. И все же, считают доктора, главный метод борьбы с Хоббл – расставание с вредной привычкой курения. Только отсутствие причины гарантирует возможность никогда не познакомиться с этой коварной болезнью. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Анастасия Нархонова, Видное ТВ.